Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 6 июня. В этот день во всемирной истории. В 1523 году королем Швеции был избран Густав Вазен. В 1599 родился испанский художник Диего Веласкес. В 1812 родился русский писатель Иван Гончаров. В 1832 было подавлено июньское восстание в Париже против короля Луи Филиппа Орлеанского. В 1875 родился немецкий писатель Томас Манн. В 1922 декретом Совета народных комиссаров создан Главлид – Главное управление по делам литературы и издательств. В 1944 союзные войска начали высадку десанта в Нормандии, Второй фронт был открыт. 6 июня 1523 года королем Швеции был избран Густав Ваза, расторгнувший Кальмарскую унию с Данией. С конца XIV столетия все скандинавские страны – Дания, Швеция и Норвегия – находились в личной унии под властью датских королей. Официально она была провозглашена в 1397 году на собрании представителей знати всех трех королевств в городе Кальмар. Отсюда и пошло название «Кальмарская уния». Это объединение позволяло увеличить экономический и военный потенциал небогатых и малонаселенных северных стран, а также противостоять экспансии немецких купцов из городов Ганзейского союза. Но со временем в Швеции начало расти недовольство засилием иностранцев у власти. В 30-е годы XV века в результате всеобщего восстания датские дворяне были изгнаны из Швеции. Хотя уния формально не была расторгнута, страной от имени датских королей фактически управляли регенты из рода Стуре. Последний из регентов, Стэн Стуре-младший, поссорился с влиятельным архиепископом Упсельским Густавом Тролли, который усиленно плел интриги в пользу датского короля Кристиана II, за что был арестован и лишен сана. Тролли жаждал мести и побудил Кристиана вторгнуться в Швецию. Он одержал победу на Стуре, с триумфом вошел в Стокгольм и стал королем Швеции. По наущению Тролли в ноябре 1520 года Кристиан вероломно схватил, судил церковным судом как еретиков и казнил свыше сотни присутствовавших на его коронации виднейших шведских дворян и горожан. Это событие вошло в историю как стокгольмская кровавая баня. Террор Кристиана и предательство архиепископа Тролли явились последним толчком к всеобщему восстанию против датчан. В нем приняли участие все слои шведского общества, кроме высшего духовенства и части светской знати. Вскоре Кристиан утратил власть в стране. Во главе народного движения встал знатный дворянин Густав Эриксон Ваза, опиравшийся на помощь богатых купцов немецкого Любека. После того, как на Риксдаге в Стренгнесе Густав был избран королем, он немедленно расторг Кальмарскую унию и сделал Стокгольм столицей независимой Швеции. В отличие от Швеции, Норвегия не смогла добиться независимости. В 1537 году она была лишена статуса королевства и объявлена провинцией Дании, в составе которой оставалась до 1814 года. 6 июня 1599 года родился испанский художник Диего Веласкес. Один из величайших мастеров европейской и мировой живописи появился в Севилье в семье дворянина португальского происхождения. Уже к десяти годам Диего проявил способности к изобразительному искусству и его отдали учиться живописи к известным мастерам Эреры и Пачеко. Творческий дар мальчика быстро развивался, и в 18 лет он получил звание мастера. Позже Веласкес работал в Севилье. Большинство его работ этого периода написаны в так называемом стиле «бадегонес». Это сцены из народной жизни и быта, главными героями которых были простые люди. В сходном ключе написаны несколько картин на библейские темы. Поклонение пастухов, Христос в доме Марфы и Марии. Несмотря на молодой возраст, художник уже в Севилье приобрел известность и хорошую репутацию. В 24 года Диего переехал в Мадрид и вскоре получил должность королевского живописца с исключительным правом писать портреты короля Филиппа IV, а также членов его семьи, представителей знати и придворных. На совершенствование мастерства Веласкеса во многом повлияло знакомство с королевскими собраниями живописи, картинами знаменитых итальянских мастеров, а также близость с культурной элитой и встречи с Рубенсом. В 1629 году Веласкес на два года уехал в Италию, где изучал памятники античности и творчество мастеров эпохи Возрождения. По возвращении на родину он создал знаменитое полотно «Сдача Бреды» – одно из самых знаменитых произведений живописи в историческом жанре. Одновременно Веласкес написал целую галерею портретов, изображающих представителей испанского общества, мудрая непредвзятость и человечность художника воплотились в его портретах королевских шутов и карликов. Именно жизнь при дворе научила художника постигать глубины человеческого характера, скрытые под маской придворного этикета и высокомерия, что повлияло на формирование Веласкеса как портретиста. Его картины необычайно реалистичны и естественны. В 50-е годы 17 века – время наибольших свершений Веласкеса. В этот поздний период своего творчества он создал знаменитую композицию «Венера перед зеркалом». Пейзажи «Вилла Медичи» – удивительные по глубине картины «Менины» и «Пряхи». Художник писал без предварительных набросков, прямо на холсте, органично соединяя непосредственные впечатления от натуры со строгой продуманностью композиции. Придворная карьера Веласкеса развивалась параллельно с ростом его творческого мастерства. Художник был удостоен многих званий и наград при дворе. Ему было пожаловано звание кавалера ордена Сантьяго, одного из высших знаков отличия Испании и личное дворянство. Он был избран членом Римской академии Святого Луки и общества виртуозов Пантеона. 6 июня 1812 года родился русский писатель Иван Гончаров. Он появился на свет в Симбирске в купеческой семье. После окончания словесного отделения Московского университета Иван Александрович несколько лет служил чиновником, сначала на малой родине, затем в Петербурге. Первые годы жизни в столице принесли ему большую пользу. Писатель много наблюдал за бюрократическим миром Петербурга, впечатление о котором позже передал в своих произведениях. Но о своей чиновничьей службе Иван Александрович всегда вспоминал с неприязнью. Все свободное время от службы посвящал литературе. В конце 1830-х годов в рукописных альманахах литературно-художественного кружка живописца Николая Майкова появились романтические стихи Гончарова и первые повести «Лихая болесть и счастливая ошибка». В 1846 году Гончаров познакомился с известным литературным критиком Виссарионом Белинским, повлиявшим на его духовное развитие. В общественных симпатиях Гончарова этого времени заметны демократические настроения, подчеркивающие сильные стороны его творчества как художника-реалиста. Первый роман Гончарова «Обыкновенная история» был опубликован в либеральном журнале «Современник» в 1847 году. Пять лет спустя Иван Александрович неожиданно решил отправиться в путешествие к берегам Японии на русском военном корабле «Паллада». За два с половиной года Гончаров побывал в Англии, Южной Африке, Малайе, Китае, Японии. Вернулся в Петербург он уже по суше, а не по морю, через Сибирь и за Волжью. Впечатления от путешествия описаны в двух томах очерков, названных «Фрегат Паллада». По возвращении в Петербург Гончаров вынужден был продолжить службу, стал цензором. В это время он содействовал новому изданию запрещенных прежде записок охотника Тургенева, сборника стихотворений Некрасова, разрешил к печати роман писемского «Тысяча душ». В 1859 году появился второй роман Гончарова-Обломов «Вершина творчества писателя». Этот роман принес писателю большую известность. Его читала вся просвещенная Россия. В печати появилось много рецензий. Более того, само имя Обломова вскоре стало нарицательным. Когда цензурные гонения на литературу усилились, Гончаров подал в отставку, но затем снова был приглашен на высокую должность цензурный комитет. Член Совета по делам книгопечатания, член Главного управления по делам печати. Лишь в 1867 году Иван Александрович окончательно покинул цензурный департамент. Свой третий роман «Обрыв» Гончаров писал почти 20 лет. В 1869 году он увидел свет на страницах журнала «Вестник Европы». В нем в значительно большей степени, чем в обыкновенной истории и обломове, на первый план вынесена тема любви. Романы Гончарова построены на внешне простых, лишенных занимательной интриги событиях, воплощающих, однако, неизменные духовно-нравственные устремления человека. 6 июня 1944 года союзные войска начали высадку десанта в Нормандии, Второй фронт был открыт. Окончательно военные планы антигитлеровской коалиции были согласованы в конце 1943 года во время Тегеранской конференции главправительств трех союзных во Второй мировой войне держав СССР, США и Великобритании. К июню 1944 года союзное командование сосредоточило на Британских островах 25 пехотных, 10 бронетанковых и 4 воздушно-десантные дивизии. Вся эта группировка предназначалась для высадки на побережье Северной Франции с целью открытия Второго фронта против немцев. Операция получила название «Аверлорд». Высадку планировалось произвести в Нормандии, затем развернуть наступление на восток, занять северо-западную Францию и вместе с войсками, высадившимися в Провансе, окружить немецкую группу армий Г, дислоцированную в юго-западной Франции. Союзникам Нормандии противостояла немецкая группа армий Б, которая уступала им живой силе в 2,5 раза, в танках — почти в 3 раза, в самолетах — в 22 раза. Англо-американский десант в Нормандии стал одним из крупнейших военной истории. 6 июня 1944 года в заранее намеченный День Де 1-я американская и 2-я английская армии высадились на нормандском побережье к востоку от полуострова Катантен и создали 4 плацдарма. Успеху операции способствовало абсолютное господство союзников в воздухе и полная неожиданность операции для противника. Благодаря развернутой до этого эффективной кампании по дезинформации противника, командование вермахта ожидало высадку на берегу пролива по Декале и держало там крупные силы. Однако вскоре немцы подтянули резервы, и союзники оказались тянуты в затяжные бои. Успех операции повис на волоске. Но в поддержку союзников через два дня советские войска начали гигантское наступление на Восточном фронте, которое гитлеровцам удалось приостановить только у Варшавы. Открытие Второго фронта оттянуло на себя часть немецких дивизий, снизило военный потенциал Германии, который мог быть направлен против СССР. Взаимодействие союзнических армий на Западе и Востоке стало важнейшим фактором изменения военно-стратегической ситуации в Европе. В сентябре 1944 года против Германии выступили уже ее недавние сателлиты — Румыния, Финляндия и Болгария. «Летопись веков» — это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok